Сегодня мы будем готовить рассольник на бульоне из лосося. Мы сварили лосось, который, как вы знаете, варится всего 10-15 минут. У нас готов бульон. И теперь я расскажу, как мы будем закладывать туда овощи. Наше блюдо мы готовим из картошки, выращенной на своем участке. Пусть говорят, что сажать картошку – это прошлый век, но если у вас есть хотя бы 6 или 10 кустиков, то вы можете устроить отличный праздник для своих гостей и порадовать домашних экологически чистым продуктом. Мы сделали зажарку из лука и моркови, добавив необходимые специи. Порезали огурчики. Картошку режем для рассольника соломкой. Вы знаете, что форма продуктов, естественно, влияет на вкус блюда. Поэтому вот такими прямоугольничками мы нарезаем картошку. Если она выросла у вас на огороде, в июне уже пора собрать новый урожай. А морковку нарезаем монетками. Говорят, что морковь в виде монеток в супе – очень хорошая примета. Не будем добавлять в наш рассольник традиционную перловку. Добавим самые мелкие макаронные изделия, которые вы найдете в своей домашней кладовой. Наш суп почти готов. Осталось добавить снятую с костей рыбку. Не забудьте положить в суп лаврушку и укропчик, который вы только что сорвали с грядочки. Можно резать и мягкие цветочки укропные. Они придадут еще больший аромат нашему рассольнику. Кушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте Экзотика Стиль Жизни. Наш рассольник на бульоне из лосося готов. Подробности на сайте Экзотика Стиль Жизни. Кушайте и наслаждайтесь. Вот это маковая сушка. Положим ее для красоты и вкуса.